алгебра 9 класс урок номер 4 тема урока система нелинейных уравнений с двумя переменными цель урока решать систему нелинейных уравнений с двумя переменными сегодня на уроке вы научитесь находить решение системы нелинейных уравнений с двумя переменными способом подстановки Прежде чем приступить к рассмотрению новой темы, выполним задание. Заполните таблицу. Из каждого уравнения выразите х через у, затем у через х. Молодцы! А теперь приступим к изучению новой темы. Сегодня мы рассмотрим решение систем нелинейных уравнений с двумя переменными способом подстановки. Для решения системы способом подстановки нужно применить следующий алгоритм. Первое. Выразить одну переменную через другую. Второе. Подставить полученное выражение во второе уравнение. Третье. Решить полученные уравнения с одной переменной. Четвертое. Найти значение второй переменной. Пятое. Записать ответ. Рассмотрим несколько примеров. Пример первый. Решить систему уравнений, одно из которых х в квадрате плюс у в квадрате равно 20, другое х плюс у равно 6. Решение. Из второго уравнения выразим х через у. Получим х равен 6 минус у. Подставим выражение 6 минус у в первое уравнение. Получим систему. Квадрат разности 6 и у плюс у в квадрате равно 20. Второе уравнение х равно 6 минус у. Решим первое уравнение системы. Выполнив преобразование, получим квадратное уравнение с одной переменной. 2у в квадрате минус 12у плюс 16 равно 0. Разделим обе части уравнения на 2. Получим приведенное квадратное уравнение. Для его решения воспользуемся теоремой Виета. И найдем соответствующие значения переменной у. у первое равно 4, у второе равно 2. Вернемся к подстановке. И найдем значение переменной х. х первое равно 2, х второе равно 4. Значит, система имеет два решения. 2, 4, 4, 2. Пример номер 2. Решить систему уравнений. Одно из которых х минус у равно 7, а другое х умножить на у равно 18. Для решения воспользуемся алгоритмом и выразим из первого уравнения переменную х через у. Получим х равен 7 плюс у. Подставим выражение 7 плюс у вместо х во второе уравнение. Получим систему, первое уравнение которой х равно 7 плюс у. Второе выражение 7 плюс у умножить на у равно 18. Решим второе уравнение. Выполнив преобразование, получим приведенное квадратное уравнение с одной переменной. у в квадрате плюс 7у минус 18 равно 0. Используя теорему Виетта, найдем значение переменной у. у первое минус 9, у второе 2. Подставим полученные значения у в первое уравнение. Тогда х первое равно минус 2, х второе равно 9. Значит, система имеет два решения. Минус 2, минус 9, 9, 2. Пример третий. Решить систему уравнений. Одно из которых х, у равно 10, а другое х, минус 2, у равно 1. Второе уравнение данной системы является линейным. Поэтому из второго уравнения выразим х через у. Получим х равен 2у плюс 1. Подставим выражение 2у плюс 1 в первое уравнение системы. Решим первое уравнение. Выполнив соответствующие преобразования, получим уравнение 2у в квадрате плюс у минус 10 равно 0. Используем формулу корней квадратного уравнения и найдем соответствующие значения переменной у. Это числа минус 2,5 и 2. Подставим полученные значения у во второе уравнение и найдем значения переменной х. Минус 4 и 5. Значит, система имеет 2 решения. Запишем ответ. Минус 4 минус 2,5. 2, 5. Пример четвертый. Решить систему уравнений, одно из которых х минус у равно 7, а другое х в квадрате плюс у в квадрате равно 25 минус 2ху. Решение. Из первого уравнения выразим х через у. Получим х равен 7 плюс у. Подставим выражение 7 плюс у во второе уравнение системы. Решим второе уравнение. Выполнив преобразование, перейдем к квадратному уравнению с одной переменной. 4у в квадрате плюс 28у плюс 24 равно 0. Разделим обе части этого уравнения на 4. Получим приведенное квадратное уравнение у в квадрате плюс 7у плюс 6 равно 0. Для решения применим теорему Виетта и вычислим значение переменной у. у первое равно минус единице, у второе равно минус 6. Вернемся к подстановке и найдем значение переменной х. В данном случае система имеет два решения. Запишем ответ. 6 минус 1, 1 минус 6. Подведем итог. Сегодня мы рассмотрели еще один способ решения системы нелинейных уравнений с двумя переменными. Это способ подстановки. Научились применять данный способ к решению систем нелинейных уравнений. Для закрепления материала выполните аналогичное задание самостоятельно и проверьте себя по дескрипторам. Задание для самостоятельной работы. Выучить алгоритм решения системы нелинейных уравнений с двумя переменными способами подстановки и решить систему уравнений. Интернет-ресурсы помогут вам расширить знания по данной теме. Желаю успехов в самостоятельной работе. Спасибо за внимание!